Доброе утро! О событиях минувшего дня вам расскажут корреспонденты телевизионной службы новостей и я, Андрей Григорьев. Смотрите в нашем выпуске. Празднуем с размахом! Пермский край в Москве представил юбилейную программу от 300-летия Перми. Не зная броду, не суйся в воду. В МЧС готовятся к сезону летнего отдыха на реках. Пермские боги продолжают путешествие по городам страны. На днях выставка храмовой деревянной скульптуры открылась в Екатеринбурге. Инцидент верхней камеи, падение беспилотника. В Уссулии обнаружили обломки летательного аппарата. Как сообщает Березняковская новая газета, на место отправились правоохранители. Начальник полиции Юрий Пепеляев рассказал, что следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия. Теперь предстоит установить владельца дрона. Какие-то выводы о данном происшествии пока делать преждевременно, потому что есть беспилотные летательные аппараты, используемые как детские игрушки. У нас в городе ранее такие изымались. У них дальность полета не более 200 метров и время пребывания в воздухе 20 минут. Кроме того, их возможности очень ограничены. Не приспособлены для передачи информации и транспортировки каких-либо предметов. Напомним, с 1 декабря в Прикамье ввели запрет на полеты беспилотников. За использование без надлежащего разрешения установили штраф. Для граждан в размере от 20 до 50 тысяч рублей. Для юрлиц от 250 до 300 тысяч. Два эпизода надругательства над 9-летними школьницами в течение получаса. Житель Свердловского района Перми совершил насильственные действия сексуального характера в отношении четырех малолетних. Нападал на девочек злоумышленник в своем же подъезде. Его не смутило даже наличие камеры видеонаблюдения. Записи с них, кстати, и послужили убедительным доказательством преступления. Подробности в следующем репортаже. Девочки зашли в подъезд, увидели, что он стоит там. Испугались просто мужчины, побежали к лифту, а он за ними побежал. Они пытались быстрее нажать кнопку на этаже, на которую надо выйти. Но он успел за ними зайти. Закрылись створки лифта. Выбежать они обратно не успели. Пока лифт поднимался до нужного этажа, мужчина совершил с девочками то, что в уголовном кодексе называется иными действиями сексуального характера. Затем, спускаясь по лестницам вниз, встретил по пути еще двух малолетних школьниц такого же возраста. И еще раз проделал все то же самое. Потерпевшие описали его как высокого дяденьку с длинными волосами. Этот мужчина являлся жильцом этого же дома. Обладал достаточно специфичной внешностью. В том числе жильцы дома по видеозаписи его узнали. Также там видеодомофон у них монтирован. Увидели этого мужчину и сообщили в органы полиции. Подозреваемый 31-летний инженер одной из частных организаций, ранее не имевший проблем с законом. Следователи рассматривают сейчас еще одно дело, связанное с половой неприкосновенностью. В этом же микрорайоне 62-летний неоднократно судимый пенсионер среди бела дня напал и изнасиловал юную девушку. Рецидивиста тоже задержали по горячим следам. К сожалению, практика показывает, что даже такой полезный навык перемещаться в лифте и по лестницам не поодиночке, а компанией. Не спасет от возможного нападения педофилов. Не гарантирует полной безопасности и прогулки по городу даже в светлое время суток. Поэтому правоохранители просят детей и их родителей всегда быть на чеку. По традиции обходить стороной безлюдные места. Оглядываться по сторонам, заходя в подъезды и чуть что кричать. Не важно что. Спасите, помогите, убивают или даже пожар. Кричать следует в таких ситуациях всегда. Потому что даже если кажется, что никого рядом нет, кто бы мог прийти на помощь, оказать помощь, тем не менее такое может случиться. Кто-то просто в невидимости, там поле зрения, этажом ниже, двумя этажами ниже, услышит крик и тем не менее придет на помощь. Что же касается подъездного извращенца, то несмотря на то, что самого страшного не произошло, ему все равно грозит большой срок, вплоть до пожизненного лишения свободы. Ситуация усугублена тем, что преступление он совершил в отношении нескольких малолетних, заведомо находящихся в беспомощном состоянии. Елена Иговцева, Михаил Иситров, телевизионная служба новостей. Материалы перемещаются в суд. Сотрудники регионального управления следкома завершили расследование уголовного дела в отношении чиновника. Ранее мы сообщали о задержании первого замглава администрации Дзержинского района Перми Николая Ракенцева. В середину декабря он находился под домашним арестом. Как сообщает сайт Следственного комитета, дело возбудили по статье «Превышение должностных полномочий». В рамках реализации муниципальной программы формирования современной городской среды и нацпроекта «Жилье и городская среда» дал указание подчиненному исключить дворовую территорию одного из жилых домов, подлежащую благоустройству из адресного перечня. Вопреки решению общего собрания собственников помещений дома, в адресный перечень дворовых территорий был включен другой многоквартирный дом. В результате преступных действий обвиняемого были нарушены права жильцов. Преступление выявили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по Перми. Некоторые подробности сообщает издание «Коммерсант при Каме». Господин Ракенцев незаконно лишил управляющую компанию средств на благоустройство дома по улице Подлесная, 17. Якобы чиновник предложил муниципальной управляющей компании ООО «ПМУП ГКТХ» заключить договор с определенным подрядчиком. Получив отказ, он исключил общество из списка получателей субсидий в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Следствие собрало достаточную доказательную базу. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. Новые потери в специальной военной операции. Погибли еще четверо наших земляков. Это Сергей Карташов и Дмитрий Боков из Осинского городского округа. А также Александр Понусов из Александровска и Ахсан Труханов из Октябрьского городского округа. Не зная об роду, не суйся в воду. К сезону летнего отдыха на реках в МЧС всегда готовится особо. Культура поведения населения оставляет желать лучшего. Бывают и трагические эпизоды. В региональном управлении МЧС напомнили о базовых принципах поведения водных объектов. Наша съемочная группа ознакомилась с рекомендациями. На сегодняшний день у нас произошло 6 происшествий, на которых утонуло 8 человек. Вода не прощает легкомыслие. Тонут и летом, и зимой. Успеть спасти человека удается не всегда. К тому же рыбаки нередко ведут себя слишком рискованно. Они просто уверены в этом, что с ними ничего не случится. Хотя к этому же, ну они даже вот элементарные меры безопасности бы соблюсти, и было бы все бы хорошо. Спасательный жилет, поплавки, всевозможные зацепы, чтобы можно вылезти на лед. Ну, даже хотя бы, ну, пешня для того, чтобы проверить толщину льда. Весна в этом году получилась теплой. Уже в мае многие успели выйти на берег и позагорать. Делать это следует в трезвом состоянии, напоминают в МЧС. Особенно важно присматривать за детьми. Пермякам стоит помнить о базовых принципах, которые помогут предотвратить несчастные случаи. Самое главное, чтобы даже если вы все-таки решили совершить административно наказуемое деяние, поплавать там, где запрещено, в любом случае это надо делать аккуратно. Надо сначала все-таки попытаться исследовать дно, чтобы вас там не поджидали никакие коряги, твердые предметы, особенно стекло, и всем уметь оказывать первую помощь. В Пермском округе летом будет работать четыре пляжа. Для безопасности людей организуют спасательные посты. Ярослав Большаков, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей. И в продолжение темы. Сотрудники Пермской городской службы спасения начали патрулировать акваторию Камы на катере. Усиление меры безопасности на водных объектах связано с жаркой погодой. Горожане устремились к водоемам, и не всегда отдых на берегу заканчивается благополучно. Дежурство на катере позволит контролировать ситуацию. Для обеспечения безопасности в акватории Камы на воду спущен спасательный катер РУСБОТ-65Н. Путь спасательного катера проходит от Кировского до РДЖНКИДЗОВСКОГО района, в том числе мимо коммунального моста. Празднуем с размахом. В Москве прошла пресс-конференция, посвященная реализации юбилейной программы 300-летия Перми. Напомним, режиссером празднования летнего фестиваля к юбилею стал Илья Авербух. Мероприятие будет носить название «Город-встреча» и состоять из целой серии событий. Именно на набережной произойдет первая встреча замечательного коллектива соседей группы «Чаев», которая приплывет на речном корабле. Каждое событие имеет под собой еще подноготное наставничество. Это очень важно, поэтому группа «Чаев» будет выступать не только сольным концертом, а вместе с различными людьми, которые, безусловно, являются гордостью Перми. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что в процессе подготовки очень важно было внимание федеральных властей. Проделана большая работа, но самую главную оценку должны дать жители. Большой долей успеха нашего заключается еще и привлечение частных денег. И действительно, многие предприятия вкладывали в инфраструктуру, в парки, скверы. Мы для себя решили пригласить их к участию в этом проекте. И многие откликнулись. Нам важно, чтобы Пермь был городом для молодых. Город 300 лет – это не возраст, это молодой город. Мы говорим, молодой город – город для молодых. Чтобы в нем можно было комфортно жить людям старшего поколения. Чтобы в нем было модно жить людям молодого поколения. Чтобы люди хотели туда приезжать, люди хотели оставаться в Перми. Зампред правительства России и глава оргкомитета Пермь-300 Дмитрий Чернышенко заявил, что всегда с удовольствием бывает в Перми и замечает, как город меняется в лучшую сторону. Это важно не только для местных жителей, но и для туристов, за которых сейчас борются все регионы. Правительство за 2022-2023 год из федерального бюджета на реализацию различных программ, национальных проектов, благодаря как раз такому умелому, в том числе и лоббизму губернатора, включая, естественно, и подготовку к юбилею Перми, так вот, федеральное правительство выделило, мы посчитали, более 80 миллиардов рублей. И если в прошлом году мы видели серьезный рост турпотока по сравнению с ковидным 2021 годом, там на 13% выросло до 820 тысяч человек, ну, понятно, что этот потенциал весь не реализован, и даешь миллион туристов в этом году. В общем, рассчитываем, что 300-летие, наша совместная пропаганда о том, что Перми – это прекрасное место, куда нужно приехать, ждем всех в Перми. Спасибо за внимание. Спасибо огромное, Дмитрий Николаевич. Я знаю ваш напряженный график, мы вас благодарим за участие, вынуждены отпустить. Я бы с удовольствием сейчас отсюда бы в Перму ехал. Кстати, Дмитрий Чернышенко, любящий бывать на Каме, теперь может на ней и прокатиться. Дмитрий Махонин презентовал москвевице-примеру обновленный пермский велосипед. Евгений Гуляев, Олег Романов, Телевизионная служба новостей. ДТП с животными, счет идет на десятки. Только в мае этого года сотрудники ГИБДД зафиксировали 14 столкновений с лосями. А с начала 23-го аварий случилось уже 40. Минприрода при Камье напоминает, что сезон миграции лосей продолжается. Водителям следует быть внимательными на дорогах. Лоси могут перебегать дорогу в любой момент, особенно в условиях сумерек или плохой видимости. Помните, что столкновение с животным может привести к серьезным последствиям не только для дикого животного, но и для вас. Снижайте скорость при проезде зон действия знака «Дикие животные» и будьте готовы к возможным препятствиям на дороге. При возникновении чрезвычайной ситуации на дороге незамедлительно позвоните по телефону 112. Пермские боги продолжают путешествие по городам страны. На днях выставка храмовой деревянной скульптуры открылась в Екатеринбурге. Экспонаты из титульной коллекции Пермской художественной галереи будут показывать в столице Урала два месяца. Подробности узнала наша съемочная группа. «Спасенные боги» — так называется масштабный выставочный проект, который привезли из Перми в Екатеринбург. Экспозицию там развернули в Музее изобразительных искусств. Посетители смогут увидеть старинные извояния Христа, Богородицы, Ангелов и Святых. В свое время эти скульптуры создали резчики прикамья для крупных церквей и небольших часовен. Столетия назад сотрудники Пермской художественной галереи предприняли несколько экспедиций по городам и селам региона, чтобы собрать и сохранить эти памятники, спасти их от уничтожения. И по целому комплексу причин так сложилось, что у нас в Перми, в Пермской художественной галерее, сложилась самая большая коллекция православной храмовой скульптуры, больше 500 единиц хранения. Это все предметы из одного региона. Это произведения разных веков. Мы можем здесь видеть это явление в развитии от конца 17 века до начала 20-го. Специалисты Пермской галереи поясняют, в Екатеринбург отправилось более 80 памятников. Все они из запасников. Постоянная же экспозиция деревянной скульптуры находится на своем месте, на третьем этаже здания галереи. В этом году мы представим в Екатеринбурге нашу выставку «Пермские боги», представим нашу знаменитую коллекцию пермской деревянной скульптуры и в свою очередь будем принимать у нас вашу титульную коллекцию, представляющую художественный металл Урала. Выставки будут проходить в рамках программы празднования 300-летия наших городов. Мы не только соседи, мы еще и родительники. Напомним, недавно пермские боги побывали в Нижегородском Кремле. Впервые там экспонировали более 70 скульптур из Прикамья. Та выставка вошла в перечень самых заметных культурных событий страны. Юлия Зыкова, Александр Худяков, Телевизионная служба новостей. Наш эфир продолжается. Не переключайтесь.